Быть может, вы удивитесь, но и в современном мире немало стран, где правителю положен гарем. Причем не только в отдаленных полудиких регионах Африки, но и в популярных с точки зрения туризма государствах. Например, такой страной является экзотический и загадочный Таиланд, где под каждой третьей юбкой может скрываться неприятный сюрприз для неопытного лавелласа. Во-первых, здесь, несмотря на азиатскую вседозволенность, царит монархия, и местный король Рама X абсолютно не имеет каких-либо ограничителей в своем поведении. Во-вторых, местный гарем короля притянул к себе некоторые черты и особенности современного мира, отчего является уникальным явлением в нынешней истории. Как вы уже поняли, сегодняшнее видео посвящено гарему Рамы X, но я считаю, что в рамках материала имею полное право рассказать пару-тройку смежных фактов о закулисье местного королевского двора, чтобы еще больше погрузить зрителей во вгустейшие реалии этого государства. Настоящее имя короля вы видите сейчас на своем экране. Его практически невозможно выговорить русскоязычному человеку. И свою славу самого эгоцентричного и непредсказуемого короля в мире, Рама X приобрел тогда, когда в разгар всем известной эпидемии, всеми правдами и неправдами выбил себе разрешение отправиться с рабочим визитом в Германию. В этой европейской стране азиатский правитель выкупил для себя свои свиты и своего гарема абсолютно все номера в пятизвездочном отеле, что подробно осветила газета Bild. И даже я помню, как германская общественность возмущалась безответственностью иностранного правителя, ибо в тот момент времени правилом хорошего тона считалось сидеть в четырех стенах и даже не показывать носа на улицу. Но правитель никого не слушал и попросту не пожелал изменять своим традициям, ибо с 2016 года с завидной регулярностью отправляется покутить именно на немецкую землю, в курортный городок Гармиш-Партенхирхен, где предается самым разным увеселением со своими многочисленными возлюбленными. Причем, где бы ни появлялся король, его охранники никого не подпустят к нему ближе, чем на несколько десятков метров. Впрочем, иногда бывало, что для обеспечения приватности тайландского правителя нанятая и собственная охрана обеспечивала зону анонимности и безопасности в радиусе полукилометра от центра событий. Все приближенные знают, что главным фетишем рамы десятого является военная форма и красочные воинские звания. Поэтому личный гарем правителя напоминает этакий экзотический полк, состоящий из офицеров высших чинов и представителей самых разных родов войск. Если вы считаете, что звания бутафорские, то сильно ошибаетесь, ибо подразделение имеет собственную уникальную аббревиатуру – САС, а прекрасные дамы, кроме выполнения своих основных обязанностей по обложению государя, также периодически проходят проверку знаний и переподготовку по навыкам владения холодным и огнестрельным оружием. У боевого гарема даже есть свой собственный девиз, который переводится как «кто дерзает, тот победит». Где бы ни останавливался эксцентричный король, везде оборудуется специальная комната, куда правитель приглашает своих наложниц поодиночке, группами или всех вместе. К слову, если у рамы десятого прекрасное расположение духа, то в эту комнату может приглашаться один или несколько сановников для веселья в еще более расширенном составе. Ничего удивительного, ибо Таиланд – страна самых изысканных развлечений, и никого бы не удивил тот факт, что какой-нибудь министр, ради сохранения должности, в удобный момент прогнулся под государя. Только в нашей стране такая фраза носит скорее формальный характер, а в Таиланде реально отражает вполне себе обыденную ситуацию. Чтобы попасть в королевский гарем, нужно не только обладать внешностью, специальными навыками и физической подготовкой, но и пройти личный кастинг рамы десятого, где абитуриентка должна продемонстрировать совсем другие навыки владения своим телом, нежели на полосе препятствий. Пройденный накануне. Сами кандидатки к таким обязанностям относятся просто. В этой стране вообще к теме утех подходят с тем же душевным волнением, что и к приему пищи. Иными словами, оказывать кому-то специальные услуги в рамках службы, так же естественно, как кушать лапшу. Многие женщины, попав в гарем, считают это большой удачей, ибо быстро продвигаются по службе и приносят достаток в свою семью. Кое-кто находится замужем. Но, повторюсь, кого это вообще останавливает в такой стране, как Таиланд? Однако в сети есть не самая приятная информация о том, что многие девушки, на которых рама десятый положил глаз, соглашаются отправиться в гарем только потому, что опасаются негативных последствий для себя и своей семьи. Иными словами, в этом вопросе, пусть и периодически, все-таки всплывает фактор принуждения. Каждой самой гвардейской женщине в гареме присваивается специальная фамилия. В азиатских странах имя и фамилия могут меняться несколько раз за жизнь в связи с судьбоносным явлением или решением. Это нормально. Каждой самой гвардейской женщине в гареме присваивается специальная фамилия, а также какой-нибудь благообразный позывной. Причем звания в гареме начинаются от генерала, так что стоит пострадать за такие погоны. На любом ответственном и высоко оплачиваемом месте есть свои подводные камни. Есть они и в личном гареме таиландского короля. Главная беда – это то, что рама десятый имеет довольно своеобразную внешность. Именно поэтому известно, по крайней мере, об одной женщине с позором, изгнанной из гарема только потому, что она употребляла сильные психотропные вещества, чтобы вообще заставить себя иметь отношения с нелюбимым мужчиной. Когда главная наложница с позывным «Кой» попала в опалу и также покинула ряды особой службы, с ней вместе была изгнана другая гвардейка, которая продолжила водить дружбу с запрещенным человеком, поддерживая связь в социальных сетях. Так что можно сказать, что жизнь гаремчанок целиком и полностью подчинена прихотям своего хозяина. А еще в гареме используются средства предохранения, а сам рама десятый сидит на усиленной терапии, поддерживающей иммунитет. Король, вероятно, давно болен ВИЧ, а возможно еще и гепатитом, отчего может, в случае чего, передать это заболевание своим генералам. Данная информация стала известна общественности из дипломатической переписки посла США в Таиланде, озвученной газетой The Times. Ко всему прочему, как мужчина, король Таиланда не так уж и хорош. Оно и понятно, ведь королю уже 71 год. Весь его пыл давно поддерживается искусственно, в том числе посредством закрытой германской клиники Вилла Медика, в которой здоровье таких стариков поддерживают благодаря введению эмбриональных клеток животных и молодых стволовых клеток от детей. Доноры уже покидают белый свет в это время, а сами клетки передаются согласия родителей. Несмотря на то, что деятельность этой клиники легальна, некоторые германские газеты сравнивают действия ученых из этой загадочной фирмы с попытками создавать и поддерживать здоровье настоящих франкенштейнов. Так что следует серьезно задуматься над тем, насколько это неприятно не только находиться с некрасивым королевским франкенштейном в одном замкнутом пространстве, но и всячески ублажать его, пусть и за высокое воинское звание и оклад.